Как помочь комнатным растениям быстрее расти? Какие подкормки самые эффективные для растений? И можно ли заменить промышленные удобрения на народные? Смотрите наше видео до конца и узнаете ответы на эти вопросы. Приветствуем всех подписчиков нашего канала, а новичкам хотим напомнить, не забудьте подписаться на канал, нажав на красную кнопку и колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых видеороликов. Правильная и своевременная подкормка – важный нюанс, без которого сложно вырастить красивые и, что самое главное, здоровые домашние растения. Известно, что для получения хорошего урожая растения обязательно следует подкармливать. Это правило действует и на комнатные растения, не дающие урожая, но им также необходимы полезные вещества, вносимые в грунт, для быстрого и правильного развития. Какие сроки внесения подкормок для домашних цветов? Внесение удобрений домашним растениям, произрастающим в горшках, должно быть намного чаще, чем это может показаться на первый взгляд. Дело в том, что посаженные в горшках растения имеют ограниченную площадь. Даже те растения, что произрастают в больших катках с достаточным количеством площади, требуют регулярной подпитки минеральными веществами. Сильно истощенная растением земля, особенно в период активного роста, не может дать взрослому саженцу необходимое питание. Выходом из ситуации является периодическая пересадка, перевалка растения в новые, более питательные субстраты. Специалисты акцентируют внимание на том, что полезных веществ, находящихся в субстрате, хватит только на два месяца. После истечения этого срока активный рост и цветение могут прекратиться по причине отсутствия в грунтах смеси полезных веществ. Как же понять, что растение нуждается в дополнительной подкормке? Признаками нехватки полезных веществ для растения выступают замедленный рост, вытянутые и слабые стебли, мелкие листья, бледная окраска, пониклость листьев, отсутствие цветения, положенного по срокам, восприимчивость к различным заболеваниям, сброс листвы, появление пятен и других несовершенств растений. Опытные цветоводы не допускают подобных изменений, вовремя внося удобрения в грунт. Можно использовать готовые смеси органических и неорганических удобрений, а можно воспользоваться народными рецептами. Какие удобрения подойдут для растений? Одним из самых доступных удобрений для подкормки домашних цветов является сахар. Попадая в грунт, сахар под воздействием факторов окружающей среды расщепляется на глюкозу и фруктозу. Именно фруктоза является источником энергии, улучшая процессы дыхания в растении, а также участвуя в поглощении питательных веществ из грунта. Помимо этого, глюкоза является строительным материалом для образования более сложных молекулярных соединений. Нужно помнить, что для правильного построения молекул требуется наличие углекислого газа. При его нехватке происходит обратный результат, провоцирующий возникновение плесени и гниение корней. Подкормка из сахара для комнатных растений готовится быстро. Одна столовая ложка сахара разводится в полулитре теплой воды. Можно просто засыпать сахар на поверхность земли и хорошенько пролить водой. Такая подкормка должна проводиться не чаще одного раза в месяц. Янтарная кислота. При переработке природного янтаря образуется янтарная кислота, имеющая огромный послужной список. Полезные свойства полученного вещества активно используются световодами для улучшения качеств растения. Для приготовления раствора следует взять 1 грамм янтарной кислоты и развести ее в 5 литрах воды. Полученной жидкостью поливают грунт комнатных растений, а также опрыскивают из пульверизатора листву. Наиболее полезной будет такая подкормка для цитрусовых, бегоний, фикусов, хлорофитумов, опунций, толстянок и хавортий. Одним существенным недостатком такого удобрения является чистота использования. Подкармливать раствором янтарной кислоты комнатные растения рекомендуется не чаще одного раза в год. Лук. Для подкормки в домашних условиях подойдет своеобразный луковый коктейль. В таком растворе содержится огромное количество микроэлементов, положительно сказывающихся на росте и развитии домашних растений. Единственное, о чем следует помнить, долго раствор из луковой шелухи не хранится, поэтому каждый раз подкормка должна быть свежей. Приготовить удобрение несложно. Необходимо взять 50 граммов шелухи от лука, залить ее двумя литрами горячей воды. Также следует поставить емкость на огонь и дополнительно прокипятить на протяжении 10 минут. Далее необходимо дать отвару настояться не менее 3 часов. Остывшим отваром опрыскивают грунт, в котором растут комнатные растения. Кофейная гуща. Отличным удобрением является кофейный жмых от свежесваренного кофе. Достаточно просто смешать кофейную гущу, оставшуюся после выпитого напитка, землей в горшке. Такая хитрость позволит разрыхлить землю, повысить кислотность грунта и насытить его кислородом. Спитой кофе отлично подойдет в виде дополнительной подкормки для азалий, гладиолусов, рододендеров, роз и лилий. Аналогичным действием обладает и чайная заварка, но с ней следует быть еще более осторожным, нежели с кофейной гущей. Ведь заварка – любимое лакомство для сциарит – черных мушек. Цитрусовые и экзотические фрукты. Отличным удобрением для комнатных растений выступают настой из банановой кожуры, а также корочек апельсинов и мандаринов. Готовить подкормку следует заранее, измельчив кожуру от фруктов и заполнив ею треть литровой банки. Заливают кожуру кипятком и дают настояться на протяжении 24 часов. По окончании времени настаивания кожуру достают и добавляют еще воды до уровня банки. Можно поливать растения. Подобным образом можно подготовить удобрение из кожуры бананов. Взятую от фруктов кожуру измельчают, засыпают в банку и заливают водой. Время настаивания – одни сутки. Банановую кожуру можно подмешивать в землю сразу, во время пересадки растений. Кожуру рекомендуется предварительно подсушить на солнце. Процесс гниения, запущенный в горшке, постепенно будет насыщать растения полезными веществами, благоприятно сказываясь на росте зеленой массы растений. Отличная подкормка для комнатных растений – зола. В этом видео удобрений содержатся фосфор, кальций, калий, магний, цинк и сера. Ценное органическое удобрение отлично подходит во время пересадки комнатных растений, делая субстрат максимально питательным, обеззараживая его и предотвращая процессы гниения в корнях. Из золы можно приготовить жидкую подкормку, разведя одну ложку сухой золы в одном литре воды. Дрожжи – естественный эффективный стимулятор роста. В дрожжах содержатся фитогормоны, ауксины и витамины группы В, а также цитокинины, позволяющие регулировать процессы дифференциации и деления клеток. Благодаря дрожжевым подкормкам происходит активизация микроорганизмов, содержащихся в почве, что приводит к лучшей минерализации и усиливает процесс выделения необходимой для растений углекислоты. Подкормка комнатных растений дрожжами позволяет обогатить грунт питательными элементами. Для приготовления домашнего удобрения на основе дрожжей необходимо взять 10 граммов сухих дрожжей и одну столовую ложку сахара. Развести все в одном литре теплой воды. Использовать можно не только сухие, но и живые дрожжи. Перед использованием питательного раствора необходимо дать ему настояться на протяжении двух часов. Затем нужно развести перед поливом раствор водой в соотношении 1 к 5. Аквариумная вода. Альтернативой для покупных удобрений может выступать аквариумная вода, содержащая в своем составе отличные стимуляторы роста. Также вода из аквариумов, полученная при замене на свежую, имеет нейтральный pH, она мягкая и питательная для домашних растений. Наиболее благоприятное время для полива растений аквариумной водой период активизации весной роста и выгона побегов. Важно отметить, что специалисты не рекомендуют использовать аквариумную воду для полива растений с середины лета. Использовать аквариумную воду для полива комнатных растений следует не чаще одного раза в месяц. В противном случае микроскопические водоросли, попадающие в почву цветка, могут привести к закисанию и изменению ее цвета. Какие еще существуют варианты подкормок для домашних растений? Поливать комнатные растения можно мясной или рыбной водой, а также водой из промытых круп, гречки, риса или пшена. Может быть использована в качестве подкормки яичная скорлупа. Ее можно закапывать в сам грунт или же настаивать на яичной скорлупе воду. Большое количество кальция не всегда полезно и может вызвать такое заболевание, как хлороз. В качестве удобрения может выступать зубная паста или зубной порошок. При этом очень важно помнить о том, что следует соблюдать определенные правила, даже касаемо подкормок домашних растений народными средствами. Следует помнить, что подкармливать пересаженные растения не рекомендуется. В свежей почве есть запас всех необходимых питательных веществ для саженца. Переизбыток питательных веществ способен стать причиной гибели растения. Перед плановой подкормкой растения необходимо пролить почку чистой водой. Растения с болезнями или ослабленные необходимо подкармливать крайне осторожно, используя сниженные концентрации веществ. Не нужно переусердствовать и вводить подкормки круглый год. Использование нескольких видов подкормок сразу может загубить растения, вместо того, чтобы добавить ему новых сил. Все хорошо в меру и касается это в первую очередь правильных подкормок. Обилие питательных элементов спровоцирует нарушение равномерного развития растений, вызывая их гибель. Подкормка должна быть сбалансированный и правильный, приносить пользу молодым и пожилым растениям.